Но я помню, что Адлан Амагов показывал удары ногой с разворота. А у Хайба что там? Там прямо рядом взял, проснулся, унулся, пошел. В этот момент я думал про себя, не наноси удар слишком быстро, пока ее руки на земле. Жди, 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 а теперь бей. Можно найти около 40 пользователей с именем Робби Лоулер. И у большинства из них ваши фотопрофили. Слышали ли вы об этом и что вы об этом думаете? Привет, меня зовут Вадим Тихомиров. Вы, наверное, знаете, что я пишу тексты для сайта matchtv.ru и что-то выкладываю на этом YouTube-канале. Если честно, иногда бывают интервью, которые заливать целиком кажется не очень правильным, потому что они получаются не самыми интересными, но при этом в них есть фрагменты, которыми хочется поделиться. И вот сегодня именно такой выпуск. Так вышло, что я спросил Робби Лоулера про его олдскульный поединок против Адлана Амагова. Ну и про его самый хитовый бой против Рори Макдональда. А с Холли Холм поговорил про ее бой с Рондой Роузи. Уверен, многие из тех, кто на меня подписан, его смотрели и отлично его помнят. Поэтому я хочу поделиться с вами двумя этими фрагментами интервью. Ну и еще будет буквально несколько вопросов Абубакару Нурмагомедову. То интервью тоже вышло не идеальным, в первую очередь из-за качества записи, но я спросил Абубакара про его брата, который дрался с Магомедом Исмаиловым. Не уверен, что вы знаете про этот бой, хотя я выкладывал его фрагменты у себя в Телеграм-канале и что-то говорил здесь. Но в любом случае ответ Абубакара услышать интересно. Надеюсь, понравится не только мне. Подписывайтесь на канал. Ну и благодарим за появление этого видео моего партнера БК Лига Ставок. Для всех тех, кто хочет попробовать поставить на спорт, Лига Ставок предлагает бонус для новых игроков. Забрать его можно по ссылке под этим видео. Ваш бой против Ронды Роузи на какой-то момент времени установил рекорд по количеству зрителей на арене. Давило ли на вас, что на этот поединок будет смотреть 57 тысяч человек? Это было огромное давление. В тот момент мне не хотелось через это проходить. Но также такое давление делает победу еще более значимой, еще более насыщенной. Таковы особенности нашей работы. Если ты не чувствуешь давление, беспокойство, возбуждение, других эмоций внутри, то победа не будет такой яркой. Именно это и делает победу значимой, что ты прошел через это физически, эмоционально, духовно, когда готовился к бою. Одно не происходит без другого, и нельзя ярко прочувствовать победу без тех чувств и эмоций, которые испытывал перед ней. И за свою карьеру я научился это принимать. Почувствовали, что ваша жизнь изменилась после этого боя? Да, конечно, открылось больше дверей, больше людей, больше путешествий стало. Но это и была цель. Я шла к этому и выкладывалась. Хотела заявить о себе. Хотела заявить о себе, чтобы продолжить развиваться. И я бы никогда ничего не добилась в этом спорте, если бы хотела просто поучаствовать. Я хочу побеждать и хочу быть на вершине. Перед вашим боем с Рондой снимали очень красивое промо-видео, где показывали ваш путь для каждой из вас в спорте с детства и до этого боя. Там показывали вас в детстве, в подростковом возрасте, в статусе начинающих спортсменок. Помните ли вы это видео и понравилось ли оно вам? Да, это хорошее видео. На мой взгляд, это видео о мечте. Мы имеем какие-то мечты, пока мы дети, но взрослым тоже нужны мечты. И я думаю, что поэтому видео нашло отклик у людей. Поскольку у всех есть мечты. Кто-то хочет завести семью, кто-то хочет стать успешным в бизнесе. И я думаю, именно поэтому оно так понравилось людям. Разговаривали ли вы с Рондой хоть раз после того, как подрались? Нет, мы никогда не разговаривали. Я очень уважаю ее, но Ронда идет своим путем. Но она многое сделала для спорта, и я никогда не была к ней неуважительна. Вы можете в деталях вспомнить тот момент, когда попали хайкиком по ней? После того, как я попала в нее прямым ударом, я уже знала, что могу закончить этот бой до срока. Я была уверена, и на протяжении минуты для меня все происходило будто в замедленной съемке. Внешне все было быстро. Она упала от удара, поднялась, и я нанесла удар ногой. И в тот момент я думала про себя, не наноси удар слишком быстро, пока я руки на земле. Жди, 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 а теперь бей. И этот момент, да, для меня он выглядел как в замедленной съемке. Помните ли вы ваш день в Ольбукерке? Когда вы впервые встретились с Джоном Джонсом? Да, я, наверное, не помню его во всех деталях, но помню, как он заходил в зал, оценивал его, пытался понять, хочет ли он сделать этот зал своим новым домом. Я не тренировалась в то же время, что и бойцы из более тяжелых категорий. Помню, что я приходил, когда у них уже заканчивалась тренировка. Помню, что от Джона шла хорошая энергия, он наслаждался тренировочными сессиями. И тогда я почувствовала, что этот зал станет его домом на долгое время. Вы спарринговали? Мы несколько раз подвигались вместе, это было довольно давно, но это был скорее как бой с тенью. Если бы он попытался ударить сильно, то он окраутировал бы меня за 2 секунды. Что-то из вашей ударной техники проходило в спаррингах с ним, в отработках? Ну, только потому, что он старался быть милым для меня. В зале Грега Джексона тренировалось много бойцов из России. Было ли такое, чтобы кто-то из них дал вам совет, который вам запомнился? Не то, чтобы это было действительно советом мне, но я помню, что Адлан Амагов показывал удары ногой с разворота и скручивание пятки. И он подробно это объяснял, и наблюдая за ним, я многому научилась. Один из ваших самых значимых боев в UFC – это бой против Фурори Макдональда. Как часто вы пересматривали этот бой? Я думаю, что 4-5 раз, не очень часто. У вас там очень жестко была повреждена губа, а это сильно беспокоит в бою? Я бы не сказал, что мне это представляло проблемы. Просто рассечение и кровь, ничего такого, больно не было. Какой момент был для вас самым тяжелым в том поединке? Конечно, самым тяжелым в том поединке был хайкик, когда Рори пробил и попал. Его нога попала мне по затылку, меня немного повело, но я смог восстановиться и прийти в себя. Плюс несколько раз он хорошо пробил локтями, и как раз-таки губу он рассек меня локтем. Но именно удар ногой был самым тяжелым. Некоторое время назад вы выложили фотографию с ним. Вы общаетесь? Я периодически вижу его, он тренировался в нашем зале, готовился к одному из своих поединков. Да, там мы пересеклись. В России вас очень хорошо помнят по вашему бою против Адлана Амагова. Помните ли вы этот поединок? Да, я помню его. Там был эпизод, когда Адлан попал по вам нелегальным ударом колена, и вы взяли паузу около двух минут, а потом практически сразу же выиграли нокаутом. А вы тогда пропустили сильный удар коленом? Нет, на самом деле он не сильно пробил меня. И я просто не торопился, грамотно вел игру. Взял время. Хотел убедиться, что со мной все нормально, и я могу полноценно вернуться в поединок. Вы ударили коленом в прыжке и победили после этого удара. Это было продумано до боя, в момент остановки, или просто получилось на автомате? Я попытался ударить хайкик, и хотел выбросить его, и так вышло, что попал коленом в голову. И мне удалось его нокаутировать. Но он очень жесткий оппонент. У меня получился идеальный удар, который позволил мне так легко разобраться с очень и очень серьезным соперником, которого просто на тот момент еще немногие знали. Джон Джонс во время сессии интервью в России рассказывал, что Адлан был одним из немногих людей, кто послал его в нокдаун или даже нокаут ударом по печени на тренировке. Слышали ли вы в США эту историю? Я отлично знал, что он очень жесткий боец, и то, что он сделал после нашего поединка, невероятно впечатляет. Знаю, что он какое-то время еще бился, а потом ни с того ни с сего просто решил завершить карьеру. В популярной российской соцсети, которая аналогична американскому фейсбуку, запрещенному на территории Российской Федерации, можно найти около 40 пользователей с именем Робби Лоулер, и у большинства из них ваши фотопрофили. Слышали ли вы об этом, и что вы об этом думаете? Нет, я никогда не слышал об этом. Это неприятно, им нужно оставаться собой, но если эти парни делают это из уважения ко мне и к моей карьере, то это классно. Сегодня у UFC такой охват и такое глобальное продвижение по всему миру, что огромное количество людей видят мои поединки и ценят мой стиль ведения. Если они так проявляют уважение, это очень круто. Абул Бакар, я сейчас хотел спросить, я вот находил старый бой Магомеда Исмаилова по боевому самбо, он там дерется с Абдурахманом Абдурахманом Абдурахманом, а это же твой старший брат, если я правильно понимаю. Да, это мой старший брат Робби. А я его помню, что он наступал на файт-найце, а почему он карьеру завершил? Так получилось, что он делал на локоть операцию, и вот врач ошибся, короче, и задел сухожилие, и левая рука задела, атрофировалась, ну, и в общем, да, я уже больше не вижу. А чем занимается сейчас? Семь-пять человек, дом, работаю дома, ничего не было. А я пересматривал этот бой, его там секундирует Хабиб, а можешь рассказать, почему не ты, например, был секундантом тогда? Почему так получилось? Уже на Хабибом месте, мне надо было на свои поединки настраиваться, там был дядя Абуманаб и Хабиб, они его секундировали. И я уже там находился, где, на разминочном месте, где пойти разочиняются. И я так, пою, сказал, ты там не разминяйся, а у тебя совершенно скоро бой будет, настраивался, я пойду по секундирую. А вы на тот момент с Магой были знакомы? Не был. Да, тогда, кажется, это у меня был, если не ошибаюсь, первый или второй чемпионат России, по-моему, самое-то, когда я только пришел в боевую самбо. А вот смотри, еще последнее, что хотел уточнить, у вас с Хабибом небольшая разница в возрасте, и в его книге написано, что вот он в 4 года начал тренироваться в доме своего отца, а ты в том же зале начал заниматься, просто там он про тебя уже вспоминает, когда вы в школе учились. Вот, то есть, ты там же был и рос там же? Да, да. Ну, я родился в соседнем селе, селение Гуксу, а он в Кировауле. Я с третьего класса уже ходил туда, а у Хабиба что там? Там прямо рядом в зал, проснулся, умелся, пошел и там занимался. А мне надо было где-то минут 15-20 ехать. Даже меньше, так сказать. 15 минут. А до третьего класса занимался спортом или так просто во дворе играл? Просто обычное действие, да. Обычное действие.